Вопрос к вам. Что обычно тестируют перед поступлением в начальную школу? При переходе школу в школу, даже в средней школе, что спрашивают? Оценки же мы понимаем, что можно иметь все пятерки и ничего не знать. Можно иметь тройки в гимназии, быть при этом самым сильным ребенком в обычной школе. Что всегда тестируют и спрашивают? Какой численный параметр, численный показатель, который спросят везде? Скорость чтения показывает предельный уровень развития психических процессов. То есть не бывает ребенок плохо читающий на родном языке, у которого более развиты психические процессы. Либо это академическая запущенность, либо у ребенка проблемы именно в базе, в его фундаменте, то есть в психических процессах памяти, внимание, концентрации и так далее. Есть исследование, которое показывает четкую корреляцию. Дети со скоростью чтения 180-200 слов в средней школе и старшей с высокой скоростью чтения с большей вероятностью заканчивают вуз, становятся, то есть их доходы в 2-3-4-5-10 раз выше. Дети со скоростью 160-150-140 слов в минуту, то есть разница небольшая. Один параметр тестировался, скорее всего это ПТУ, скорее всего это низкая зарплата, низкая продолжительность жизни и так далее. Почему? Все очень просто. Знание математики, кстати, такой корреляции не дает, например. Есть дети, которые не знали математики, в жизни успешны. И есть наоборот. Это все-таки специализированный навык. Скоростью чтения прямая корреляция, практически стопроцентная. Исключения может быть и есть, но мне о них неизвестно. Почему? Скорость чтения это ровно развитие психических процессов. Невозможно прыгнуть выше головы, если не уметь читать. При этом через чтение в ребенка заходит вся целевая информация. Без домашнего задания в средней школе невозможно поддерживать уровень и иметь нормальную успеваемость. Иметь все тройки, да, по любимым предметам пятерки, но делая домашку по любимым предметам. Почему? Кривая бенгауза. Забывание. Даже если в школе все дают, на все хватает времени, невозможно закрепить это в голове, имея один и даже два занятия в неделю. Чтение. Вот нормы скорости чтения. Первый класс 25-30 слов в минуту. Второй класс 40-50. Третий класс 60-70. Четвертый 80-90 слов в минуту. Я сразу скажу, что не нужно ориентироваться прямо четко на эти параметры. Они уже достаточно давно не менялись. И опять же, есть дети в четвертом классе, считающие 200 слов в минуту. Я знаю детей, которые считают 300 слов в минуту. Больше, чем взрослые. Есть дети, которые в пятом классе читают 40-50. Вы видите, что ни в одном, нигде не указано сколько понимания. Процент понимания. В начальной школе ему, к сожалению, не могут уделять достаточного времени, потому что нет времени, во многом нет методик и нет такой задачи. Главное, механически, скорость чтения, потому что она определяет, то есть если у ребенка ниже скорость чтения, проблемы у ребенка точно есть и точно будут.